Девушки отдыхают И теперь мы с вами собираемся Я тут купил стрел Мы с вами собираемся пойти посмотреть Спасщали Наш дорогой друг Солер Я подсчитал на Викпеде Как это делается правильно Нам сюда, нам сюда Да, нам сюда Так вот Подсчитал как это правильно делается Нам придется слить титанитового демона И знаете, это очень большая проблема Титанитовые демоны это очень страшная штука в этой игре То есть это не обычный титанитовый демон То есть обычный демон Он не такой сложный Но вот этот титанитовый демон конкретно Он очень сложен Потому что у него больше хп, больше урон Больше крутости И падает всего один из пол титанита в любом случае Так что вот такие дела Но в принципе если Солер будет прямо сейчас там То нам не понадобится Но если его не будет То нам придется переть и сливать его Там такая фишка, что я так понимаю, что Титанитовый демон Это специально скриптовая штуковина Без него нельзя было войти Потому что Он как бы проверяет С какой стороны вы идете И запускает скрипт То есть В принципе не обязательно идти со стороны Со стороны изолита, да Но демона слить придется То есть Ну Как бы вы Слили его Если бы шли со стороны изолита Собственно Поэтому такие вот дела Придется нам это сделать Короче говоря, ребят Я так думаю Но если не придется То я и не пойду Потому что я Я как бы хорошо живу Со своей катаной Обычной И мне особо Не надо там Не надо, короче Мне особо Титани Демонистского титанита Хотя Ну кто знает То есть В принципе На самом деле первую часть Я очень много играл с Копьем Арнштейн А я вот уже вижу Солера Отчего Вот так мы это сделаем Чтоб особо Солера не задеть Так вот Привет, дорогой друг Если бы мы не убили Ту светящуюся штуку Он бы здесь на нас напал Я от твоего диалога еще не слышу Ну как-то так это работает, да Титанитового демона Не надо сливать Это пицца Рискатарина Я знаете что думаю Потом я запасусь стрелами По нормасу Да, там Это очень важно И Забью его То есть С ним тоже проблем не возникнет у нас Не должно возникнуть Главное, что Солера мы прокнули Теперь он нам поможет На финальной битве С Гвином В принципе Мне это не нужно Гвин довольно простой Но То есть Это будет очень клево Потому что Ну это классно То, что мы его спасли Все-таки Я очень рад этому Мои 30 человечностей Они даром не ушли Я понимаю Хотя в принципе Можно было и не тратить их Там Было абсолютно способ Ну Что поделать Теперь нам нужно В храм огня Что мы собираемся делать Теперь в храме огня Спросите вы меня Конечно же Потому что Ну вам интересно Я думаю Постойте А мы Сифа уже слили Черт Сиф Ммм Мы забыли совсем Про волка великого Да ведь Лунная бабочка есть А Сифа нет А ключ тот стоит Два А ключ мы еще не купили Да ведь Блин Я совсем забыл Про это Я думал В этой серии Четырех королей Пойдем выносить А мы нифига Не пойдем еще О нет О нет Только не Сиф Знаете В чем Разница между Сифом И огромной крысой Из второй части В том Что под крышу Можно забежать Вот это А тут Под крысу Можно забежать По Чифа нельзя Какой-то уголь У нас запалил Но я не знаю Так Символ Ауториас Открывает А имеется Нет Это у него имеется Души 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 Ключи 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 Никакого символа Артуриаса У нас нет Это очень большая проблема Нам нужно 20 тысяч душ Прямо сейчас Из чего-то взять Ну-ка Ну-ка Сколько даешь Как раз Отлично Душа героя Ну Артуриас Он был В некотором плане Героем Так что Я думал Ничего страшного Если мы купим Эту Эту штуку Теперь Сколько у нас Симхум Не должно хватить Не то чтобы Я собираюсь Там Хиляться Как-то Да Но Я к тому что Ну я один раз Попробую Фантома Призвать И все Куда тут идти Простите Я давно Не играл В Dark Souls Вы должны Понимать Что я не очень Обдаю себе Отчет В том что Я творю Поэтому Ну некоторые Некоторые Мои Штуки Которые Я совершаю Тысячу Они могут быть Не совсем Осознанные Да Я могу Затупить И что-то Очевидное Забыть сделать Но это понятно Потому что Я не играл Уже 100 лет Катанка Просто дерет Всем зад Наверное Нам стоило Ловкость На 40 Выкачить Чтобы совсем Было круто Она сейчас 30-30 Я думаю Можно вовкость Начать качать Со следующего Уровня Ага Я тебя видел А тебя нет Но тебя не способны Замечательно Так Скажем так Я ненавижу Этот зонологс Конкретно Эту Да Почему Потому что Это просто Забейте Ребят Тут будет Куча Всяких Фантомов Странных И этот Ого У нас 20 Флях А Нет Мы их просто Не потратили Я забыл Символ Аториаса Ох Ну тут Я надеюсь Что в принципе Никто уже не играет В эту игру И вторгаться У меня особо не будут Пробежать Можно очень легко Вон так То есть Я Нет Знаете что Я думаю Лучше не пробегать Нифига Ты пинаешься Это ты тут Кастуешься На меня А Да Это он Кастует Ну Уже не Кастует Итак Вот Та башня В которую Мы должны Были Добежать Я вот Не помню Чисто Вот Они Респаунятся Вообще Эти парни Или нет Потому что Если они Респаунятся То это Фигово Потому что Нам придется Их забивать А вот Парень С Щекирой Ну вот Видите К чему Ведет Пользование Щекирами В этой Игре Потому что Вас убивает Катанщик Это Совершенно Не для вас Шутка Ребят Так что Забейте Вот тут Хвост Огромной Кошки А вот тут Сама Эта кошка Она предлагает Вступить В кабинет Лесных Охотников И если вы Вступите Это кстати Крыса Какая-то Не кошка Если вы Вступите То в Помогике Да Как Буайтау Да В самом низу Буайтауна Короче Появится NPC Как же его зовут Шива Что ли С востока Он будет Продавать Катану И какое-то Кольцо Которое Позволяет Оружию Меньшего Масса Вот Если вам Интересно То может Вступать Ну мне Особо нет Уже Тумана Чудо Можно увидеть Это кстати Еще не туман Это дверь Туман Там потом Будет Появляться Но сначала Тут только Дверь Так вот В чем фишка Чтобы победить Шива Нужно постоянно Бить его Представляете Нужно бить его Но на самом деле Это правда То есть Вы должны Как можно Больше ударов На щит Успевать И Понимаете Вы можете Пытаться Перекатываться И все это делать Но Это ведь Для лохов Перекаты На самом деле Тру пацаны Они идут Брутфорсом И И в хавеле Это то что Собираешь делать А Хорошая ли Это идея Спросите Вы меня Я не знаю Я последний раз Видел Хорошие идеи Только Когда Видел Я вообще Хорошие идеи Подождите Мы можем Доспех с Маугой Надеть Он все меньше Вещи Точно Доспех с Маугой Мой любимый Доспех В этой игре О да И перекаты Более-менее Приличные Отлично Ну что Вперед Знаете Что я бы хотел На самом деле Еще смазку Внести Что у меня реально Ни одной смазки Ну серьезно Ни одной Отлично Поехали Давай Итак Босса здесь нет На самом деле Я вас обманул Никакого волка Не существует В этой игре Я его выдумал На самом деле Мы просто сюда пришли Чтобы забрать кольцо Оно лежит Около трупа Это очень легко И Ну Никакого босса тут нет На самом деле Я вас опять обманул Я ужасная мальчика Да Ну не может Сейчас огромная собака Выпрыгнуть на меня И Схватить меч в зубы И начать бороться Со мной мечом Это же так глупо Ну вот так это работает В этой игре А еще У него будет Офигенный шлейф От меча И это самый стильный босс В этой игре Кроме Нита Хватит прыгать Волчара позор Посмотрите на него Что он творит Спин ту мин какой-то у тебя Окей Первая попытка Ну Этот босс Он не самый легкий Ввиду того Что это такое животное Но В принципе Есть кое-что Да В нем Он атакует Блин Мечом А не лапами И это очень важно Потому что от меча Вы его видите Вы можете от него вернуться А то лапы животного Увернуться нельзя Ну я так считаю Потому что блин Там непонятно Когда он атакует Когда он просто идет Вот поэтому Этот первый босс В топ-деющий со снегом Этот снежный барс Да Он самый днищенский босс Во всем мире Потому что Я его ненавижу Честно Это самая Самый лучший босс Что я видел Вообще В своей жизни Вот Тот снежный барс То есть Так крыса Еще более-менее Под нее хоть забежать Может А вот Это Просто забейте Но здесь тоже Есть один плюс В этом Сифе очень большой плюс Что он мечом сражается Опять же Я говорю об этом То есть Вы тупо можете Задоджить меч Вы знаете Как доджить мечи Но как доджить Гебаную лапу Это уже Большой вопрос И очень спорный При этом Такие вот дела Поэтому я не очень люблю Босса всего Да Вообще не очень Мини собак Но Ни одна собака Не нападала на меня С С мечом То есть У него огромный Крутой меч Кстати говоря Из его души Мы скрафтим себе Не меч А Щит Знаете почему Потому что у этого щита Огромный баланс И очень хорошая защита от тьмы Самое то Чтобы Мануса Сразить На повалу Манус Это босс В Диусе В песне Так что вот А дым Тут оранжевый Потому что Потому что Это стиль Вот такой Рывок у него Резкий А ну просто Забейте Вот так его и надо Забивать на самом деле Чтобы он постоянно Стоял на вас Он доджится Более Опа Кровотоку Мы пустили Что боишься Меня волчара Посмотрим Смотри Я буду пить Прямо перед тобой Что это было Сейчас Ну вот так Со второй попытки В принципе Весьма стильно Мы его смесли Кольцо Артория Сагет Его меч Только что Взлетел И сделал Круг У меня Очень стильно Да Меча теперь тут нет А что мне душ Никаких не дали За него А вот мои души Это мои души Еще там Докинут Сейчас мне А у меня Не было души С собой точно Так вот Это собственно Могила Артория С великого рыцаря Короче И видите Тут многие рыцари Подносили свои мечи Я так Я реально понимаю Возможно Это мечи Вот фальшак Например Стоит Короткий меч Всякое днище Подносили Нет чтобы Блин Хороший меч Вот Бау Это похоже На меч Рыцаря Херя Кстати Вот этот меч Прямо передо мной Сейчас Так Вот такой меч В игре есть Он двуручный И очень медленный Ну как Он довольно быстрый Но замах медленный Так Фальшак Еще один Сваха Не вижу здесь То есть Настоящие батьки Этой игры Они как-то Не подносили К ним Это что Рапира тут Даже рапиру Кто-то поднес Вот козвалы О Утина Нифига Я не знал Кольцо с шерши Это ведь А ну да У всех рыцарей Гвина Было особенное кольцо Видимо Видимо Арториаса Было вот это Итак Теперь у нас есть Специальное кольцо Позволяющее нам Спускаться в бездну Что это значит Четыре короля Самая страшная Самая страшная тварь В этой игре Самый сложный босс И если никто Ко мне не призовется Я его не пойду На этом закончится Наш отспой И вы сможете досмотреть Его Концовку У пьюдипая На самом деле Нет конечно Я его попытаюсь Прийти но Этот босс Он реально Рвет пуканы Мой пукан В частности Это ужасный босс Ребят Это ужасный Гребаный босс Знаете почему Это ужасный босс Помните Стражей руин Из Дарк Соуса 2 Одного стража Вы в принципе Можете успеть вынести И более-менее С двумя Можно справиться Я справлялся с двумя Абсолютно Ну не то чтобы спокойно Да у меня Были некоторые там Ошибочки Но справиться с ними В принципе Возможно Не знаю что это Но сойдет Так вот Справиться в принципе С двумя стражами Возможно Так вот Если у вас заспаунилось 2 короля Вы умерли Вы должны убивать Королей так быстро Чтобы не появлялись Следующие При этом Чем больше королей На карте Чем больше их дамаг Не в принципе Суммарный Да А единичный дамаг То есть Когда все 4 короля Вместе Каждый Из этих королей Наносит больше дамага Чем мог бы наносить Без Без своего братана Ну это понятно Да там Брат за братом Разного взят То есть Но Ребят 4 короля Это Знаете в чем Наверное самая большая Сложность этого босса Даже не в том Что их там четверо В принципе Одного сничтить Более-менее возможно Успевать их сносить Там одного за другим Проблема В другом Проблема в том Что Это Бездна Знаете что такое Бездна Бездна Это абсолютное Черное Бесконечное Пространство И так вот Определить На каком Расстоянии От короля Вы находитесь Невозможно То есть Реально Глазомер Очень хороший Мне не хватает То есть По факту Я Большинство Ударов Просто Бью Воздух Перед королем Потому что Я не вижу Насколько он Ко мне близко Потому что Пола нет Я не вижу Где он Находится Отначительно Меня А они еще И так Знаете Вибрируют Такая Воздух Калышется Так немного Знаете То есть Это Ужасный Босс Это Это Плохой Босс Вот Но Этот босс Боится огня На самом деле Есть еще один босс Который боится огня Это Акс Экс Репортирует Никому костру Еще один босс Который боится огня Это Гвин Повелитель Пепо Финальный босс Этой игры Он боится огня Как ни странно Хотя он Повелевает Пепо Вот Но Я думаю Нам хватит Тряси Бокс Мазок Нам На него И на Мануса Хватит Силь Не буду Про расчетить На все Нам хватит Короче Короче Этого огняного порошка Главное Узять И с этой штуки Кстати Катана Очень красиво Я единственный раз Воспользовался Когда Нита Оставался один удар Я его огняным мечом Данил Помните Этот прекрасный бой С Нитой Превосходный бой Когда я Сразил Своим мечом О да Этот бой Я думаю Он вошел В историю Как Так Очень важно Надо было Двойную Хуманит Зажать Сейчас А у меня 20 фляг Окей Костер максимальный Я тут Что-то думаю Что-то Мне не понимают Так вот Без фантома Я в этого босса Не умею Прям так скажу Возможно Нам стоило бы Кстати Щит артур Уже сейчас Заметь Там бы он Пригодился Не знаю У нас что Кстати Вот У этого босса Бежать еще дольше И там нельзя Вот так Так как мы собираемся Кого-нибудь призвать Мы не можем просто Пробежать через всех И Прийти к боссу И сказать Вот он я Вот он я По той простой причине Что этот босс Это вам Не кровать хаоса Вам с ним сражаться Перед боем Нужно приготовиться Кстати В качестве подготовки Стоит не забыть Надеть кольцо Артуренс Выбили Потому что Без этого кольца Как только вы Войдете в локацию С боссом Вы умрете мгновенно Так что вы обязаны Себе кольцо Очень польяжно У нас вода Ван Орлонде Слита вообще Мы уже были Ван Орлонде А Мы же уголь Доставали Там конечно У меня катана Приспит Нас Что это Да Я так понимаю Страшные твари У меня уже Должны быть убиты Такие знаете Гниющие Снешние Какые еще хуже Потому что Я вообще не понимаю Что это такое Но они выбиваются Время быстро Да Все более-менее Слита Как-то здесь Можно спрыгнуть Так что Прямо Класс Я что-то Не вижу здесь Место Босса Вон там дальше Слева Можно Нет Спрыгнуть Тут можно Упасть с моста Так что Более-менее На боссе Блин Тут же призраки Едет Блин Не запускай Нет Запускай Ухуа Мясь проклятие Ухуу macam Хрюки Если мне лимф Запущен То мне хватит На всю В эту Да Вот здесь можно спрыгнуть, по-моему И оказаться довольно близко Вот здесь Давайте пойдем обычным путем, которым я обычно хожу Чтобы, короче, не выпить процесс Кстати, тут можно убивать куски титанита Формить их, но Я не уверен в том, что У меня получится это делать Потому что Знаете, когда Зулин проходил По-моему, Зулин Выбил кусок титанита там очень быстро Потому что он просто пришел, выбил кусок титанита А они, что-то, нет, они ходили сливать А они спускались, хотя он, может быть, это не Зулин Может, я путаю с кем-то еще Я вот не помню, кстати Знаете, нужно лифты обратно отправлять Проник, забегать на них и убегать с ним Потому что Я явно не один раз воспользуюсь Так что Почему бы его не отправлять обратно Я никогда об этом не задумывался Кстати говоря, это ведь отличная идея Отправлять лифты обратно Вот таким образом И все, и в следующий раз я приду, когда с Али А, не будешь вещи Ой, со своим Вокс, кажется, это называется Не стоит поставляться под удары Этих, да, именно Это темные духи Они сливают очень быстро У них есть очень гадкая атака в лучшем хвате Вот, тогда стоит беспокоиться Вот, вот она, да Вот, черт Повезу По идее, я должен был разменяться с ним, но Мне удалось его слить Да, думаю, я сейчас забыл о тебе Вот, и был совсем тупый Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-ва Зачем лишний раз сабит какой-то? Да вальни-то отмена. Вот тут можно было очень знатно на самом деле садиться на его меч. Катана хорошо их пробивает. На самом деле, когда я впервые тут фармил, очень-очень много ударов они выдерживали от меня. Это было некоторой степени грустно. Вау-вау, мы бы не дотянулись. Кстати, в третьей части будет пинок. Вы же знаете, да, что в третьей части? Блин, надо будет ролик записать, когда я смотрю трейлер и рассказываю, что я думаю об этом. Так, вообще, я не афлю, почему? Эх ты. Ну, не дропается. Там такой маленький шанс дропа вот этой, чтобы пускать это нита, чтобы просто заверить. Ну, вот я и на мечте, я не вижу ни одного знака фантомов. Это крайне печально. Потому что существует такая вероятность, что я просто никого сейчас не призову, потому что уже никто не играет в эту игру. А это значит, что у нас проблема. По той, по всей причине, что этого босса я абсолютно не умею. И вот тут мне фантом очень пригодился. Понимаете, если я его пройду, да, я все равно запишу. Я думаю, я запишу это таким образом. Я просто запишу, наложу какую-нибудь музычку очень бодрую, но не скоперайченную. И просто вот так вот и выложу. То есть, будет там небольшая катка минут на 10, где я просто сливаю их и зажигаю костер. И все, я думаю, как-то так мы это сделаем. Потому что, ну, в одиночку я в этого босса точно не смогу, к сожалению. Но он довольно сложный. Я думаю. Такие вот дела. Так что, если... Если вам нравятся такие видео, не забывайте... Ну, то есть, следующая серия, она будет либо прямо сейчас, да, то есть, если кто-нибудь призовется, либо она будет не скоро. Я чуть не убежал вон туда вниз, потому что я случайно ткнул по кеймпаду, я убился по кеймпаду. Так вот, новая серия будет не совсем скоро, наверное. Ну, или будет совсем скоро. То есть, она будет минуты две идти, где я просто... Запись того, как они умирают. Поэтому это так будет. Так что, на этом все, дорогие друзья. Если вам нравятся такие видео, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий к этому видео. На этом все. С вами был Денис. Спасибо за ваше время. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok